привет друзья вторая часть видеоролика идеальный холст для живописи масляными красками но если идеальный холст значит все должно быть идеально и подрамник и холст и обработка и так далее и тому подобное в первой части видеоролика я краткий такой обзор сказал что русские холсты сама ткань не пригодна для живописи точнее она пригодна конечно на ней можно писать на этой ткани но она недолговечна поэтому если вы начинающий художник если вы экспериментируете то вы можете писать на любых холстах на хлопке на льне русском на чем угодно это все недолговечные варианты которые продержатся где-то ну да от до одного века ваша картина при правильном хранении будут ну если вы еще хороший материал использовали краски и так далее если вы хотите долговечные картины то нужно соблюдать определенные правила начнем из подрамника какой должен быть подрамник подрамник может быть из хвойных пород дерево обязательно сухой нигде не должно быть не гнилой никакой нигде не должно быть сучков на стыках вот здесь то есть чтобы избежать в дальнейшем какого-то перелома при при нажатии на холст или при ударе дальше подрамник должен быть широкий довольно таки широкий но вот вот этот подрамник будет 60 на 90 сантиметров и он должен быть не меньше пяти шести сантиметров в этом пятьдесят пять миллиметров вот пяти шесть и шести сантиметров то есть ширину да вот так вот ширину и 18 в толщину дальше я считаю что от метра и выше уже должен быть больше двух сантиметров толщина подрамника от подрамники от пятидесяти до семидесяти от пятидесяти семидесяти сантиметров должны быть обязательно с поперечной перекладины я покажу как ее делать то есть 50 на 70 но можно если крепкий подрамник еще без перекладины но уже это так скажем сомнительно лучше с перекладиной и метровые холсты от метра и больше у них должны быть крестовые перекладины вот такие которые укрепляют подрамник дальше сама рейка подрамника это модульный подрамник вот вы видите вот такие пазы продается в магазинах для художников и вы видите бугорочек вот здесь да наверху вот он бугорочек он закругленный отшлифованный нету нигде не из заусенцев ничего вот и это богору бугорочек для чего нужен чтобы холст не касался самой вот этой вот рейки подрамник должен иметь скос вот такой да либо здесь должна вот это вот быть такой вот бортик чтобы холст ткань сама не касалась причем она должна быть не острая это обязательное условие то есть закругленный вот посмотрите внимательнее закругленные вот этот бортик чтобы не порезать холст вот эти пазы они должны быть сделаны так чтобы при когда вы вставляете рейку паз в паз вот таким образом то есть она должна пазы должны быть просто идеальные они она должна легко вставляться и обратите внимание на то чтобы вот эти уголки совпадали дальше чтобы собрать подрамник для начала это никто не делает магазинах этого не делают а ведь это требования обязательные можно сказать для долговечного холста его нужно подрамник обязательно прогрунтовать я буду пользоваться декоративная пропитка для защиты древесины долгосрочный защитный эффект сохраняет текстуру древесины глубокое проникновение в материал защита древесины от синевы и плесени для наружных и внутренних работ мы ее взбалтываем как следует и обычной кистью начинаю покрывать все эти речки это обязательно прежде чем собирать подрамничек кстати говоря прежде чем покрывать если взять вот обычную резиночку вот так я надеть на баночку то можно будет потом об нее вытирать вот так вот кисть очень удобно то есть никуда ничего не выливается и мы берем рейку подрамника и начинаем покрывать такими движениями очень просто легко непринужденно до покрываем со всех сторон для чего это делается как я уже говорил предотвращает от грибков плесени и тому подобное но кроме этого предотвращает также от избытка влаги проникновение влаги да и таким образом вы же зная на знаете дерево дышит она как дышит ну то есть влагу она впитывает так можно и может изменяться набухать но это все на микро уровне происходит но тем не менее вот и вот этот слой он также будет уменьшать вот эту вот впитку влаги потому что покрашенная конечно дерево уже не так будет впитывать эту влагу а что происходит когда допустим повышенная влажность до когда есть кого атмосфере какая-то повышенная влажность допустим вы холст взяли и куда-то на выставку картину взяли да и повезли а там дождик идет вот в машине там сутки где-то ну допустим да ради примера получается что набухло немного вы этого может быть не увидите но речки набухли немного и опять-таки на микро уровне что происходит начинает колебания нитей холста происходить потому что изменяется сам подрамник то есть он может даже натягивать холст или ослаблять разные процессы могут проходить когда опять-таки на микро уровне проходит вот это колебание нити начинают колеблется и это влияет на грунт но скорее сначала на проклейку потом на грунт и происходит под потом трещины вы видели на иных мастеров старых картины потрескавшийся вот это из-за этих колебаний за всяческих но колебания могут быть не только из-за подрамника но и из-за самого грунта который также может впитывать из-за самого холста который также может впитывать вот эту влажность но в принципе я потом следующих частях расскажу как правильно идеально да можно сказать видео называется идеальная грунтовка идеальная проклейка идеальный подрамник идеальный холст вот вот эту сторону я пока не про не промазывай но ее тоже надо будет промазать это просто потому что ну испачкаю сейчас все часто этот подсохнет и потом с другой стороны тоже промазываем все получились вот такие речки покрашенные со всех сторон также там прокрашены внутри все защитили защитили от всяких недугов дерева от всяких бактерий плесени воды и так далее теперь что мы делаем теперь вставляем боковую рейку подрамника значит она имеет имеет вот такие пазы и здесь с одной стороны есть уплотнения вот с этой стороны толще а здесь тоньше и вот это где толще мы вставляем вот сюда вот таким образом прижимаем сразу максимально сильно и кияночкой то есть таким молоточком немного подправляем все зафиксировали дальше ставим то же самое проделываем со второй части вот она пока до конца не забиваем получается буковка м вот такая вот и теперь берем рейки с этой стороны и вставляем рейки слева и право вот и начинаем вымерять то есть получается вот такой подрамник это лицевая сторона как вы поняли и вот вот он этот бортик где будет холст до натягиваться теперь что мы делаем берем угольник и смотрим углы углы должны быть ровно 90 градусов мы их выравниваем и закрепляем степлером перевернули на тыльную сторону наш подрамничек и вот теперь важный момент угольником выравниваем чтобы вот этот угол был ровно 90 градусов идеально ровно чтобы вот этот угол был 90 градусов вот все совпадает да здесь смотрим вот этот часть совпадают все до миллиметра и степлером как не попал секунду делаем одну засечку вот дальше проверяем противоположный угол и также смотрим чтобы было 90 градусов высчитываем то есть до миллиметра все ровно должно быть вот все ровно замечательно уж проверяем угол нормально также пробиваем один раз этого достаточно сейчас дальше аналогично проверяем все углы и ну вот принципе я уже вижу что если эти два нормально то соответственно никаких искривлений быть не может дальше что мы делаем берем вот такую металлическую такой металлический уголок ставим его вот сюда и прикручиваем на шурупы только шурупы загоняем вот в эту в это отверстие в это отверстие в это отверстие сюда шурупы не втыкаем не закручиваем это все делается с тыльной стороны аккуратненько закручиваем отверткой или шуруповертом сначала одну сторону так вторую сторону что дает жесткое сцепление получился вот такой подрамник с лицевой стороны и вот такой с тыльной стороны объясняю вот про эти уголки металлические зачем они нужны я считаю что они просто необходимы и хоть это и модульный подрамник они крепко держат рейки при натяжке холст не поведет подрамник но не поведет я не рекомендую эти уголки вообще снимать до тех пор пока подрамник пока холст не начнет обвисать вот если он начнет обвисать тогда мы откручиваем там пускай прошло там лет 30 до и какие-то начал он провисать немножечко болтаться этот холст только в этом случае мы откручиваем вот эти уголки и ударом той же киянки молоточком начинаем вбивать к линии подрамник начинает вот так расходиться до расклиниваться и натягивает холст но не надо это делать раньше времени не надо их снимать раньше времени потому что они держат как глухой подрамник крепко держат рейки и их не поведет при натяжке с ними ничего не случится я посмотрел множество видео и некоторые даже не понимают зачем вот эти нужны колышки некоторые знают многие знают зачем нужны но на практике не пользуются ими вообще то есть просто вбивают колышки говорят да это для натяжки и все и так они там болтаются и на самом деле они даже не работают эти колышки потому что иногда пазы шире чем должны быть и колышки там просто вот так вихляются вот но как бы принято эти колышки вбивать поэтому и вбивает на самом деле они должны быть рабочими они должны туго входить и должен быть запас чтобы их еще можно было вбить туда вот чтобы они действительно расклинили подрамник вот этот подрамник будет рабочие эти колышки будут рабочие но использовать эти колышки и вбивать их туда на полную или там наполовину только надо в том случае если холст провиснет если вы его натягиваете обрабатываете проклеиваете и пишите картину и и так далее и холст остается в неизменном хорошем положении он натянут хорошо не надо трогать эти колышки но они должны здесь присутствовать обязательно вот поэтому они вот я их спокойно вытаскиваю и вставляю руками не надо и вбивать ничего они тоже какую-то плотность дают вот этому углу но в целом благодаря вот этой плотности примыкания реек там до миллиметра принципе видно наверно да там вот этот паз дальше вот эти колышки чуть-чуть там придерживают чтобы он не ухлялся и уголок металлический со скобой от степлера держит угол все это получается глухой подрамник пусть он будет глухим это очень важно чтобы при натяжке холста и после когда все обработано когда вы начинаете писать картину уже маслом важно чтобы лишний раз холст не вибрировал не не потянул его в какую-нибудь в одну в другую сторону бывает что подрамник вот так выкручивает это происходит по разным причинам там и из-за того что подрамник плохой из-за того что холст неправильно натянут и так далее натяжка сама сила натяжки но в данном случае нужно сделать именно глухой а когда надо будет мы снимаем все еще раз повторюсь надо по 10 раз повторять потому что очень много критиков в интернете особенно в ю тубе до которые лишь бы что-нибудь сказать поэтому еще раз вот я повторяю что это потом удаляется эти уголки при при желании они на саморезиках маленьких и именно по этой же причине я саморезы не вгоняю вот сюда чтобы они не мешали колышком а саморезы вот сюда сделал да и тут никаких не дырок от саморезов ничего не остается то есть до века делаем все очень прочно все круто сделано и не на опять же этот холст не на 50 лет там и не на 100 лет он долговечный холст на поэтому соблюдаем все законы какие есть вот подрамник я считаю такой идеальный здесь ничего не убавишь не прибавишь он очень крепкий и следующая часть видео будет идеальная проклейка холста а потом идеальная грунтовка соответственно для идеального холста вот пока мы сделали вот такой на мой взгляд идеальный подрамник подписывайтесь на канал youtube смотрите мои видеоролики если понравилось видео ставьте лайки и делитесь с друзьями этими видеороликами вот все удачи вам пока